Добрый день, уважаемые подписчики нашего канала «Садовые механизмы». Добрый день, случайный зритель, добрый день, хейтеры, добрый день, любители качественной садово-парковой техники, на кому мы и представляем сегодня. Итак, у нас в гостях замечательная компания новосибирская «Баумех» с мини-самосвалом GT1000. Друзья, машина очень крутая. Это, естественно, уже профессиональная машина, строительная, то есть как можно работать и зимой, и летом. Можно убирать снег, можно, соответственно, перевозить ЦПС, любые цементно-песочные смеси. Ну, машина грузоподъемностью до тонны. Ну, и, естественно, все на гидравлике, здесь гидровыход. Двигатель здесь служит только для того, чтобы гонять гидравлическое масло. Итак, сейчас по нему с чувством, с толком, с расстановочкой. Погнали! Итак, по традиции начнем с сердца машины. Сердце машины – это двигатель «Зонг Шенг» 460 серии, то есть 460 кубиков, 18 лошадок. Заводится как аккумулятор от 12 вольт и, соответственно, вручную тоже можно завести, если аккумулятор сел. Итак, еще раз остановлюсь, для чего нужна техника «Баумех» и для кого она нужна. Естественно, эти машины проедут там, где фура со специальным оборудованием не сможет проехать. То есть, эта техника, можете ее загрузить до куда угодно, хоть в транспортер, хоть еще куда-то довезти до места вашего стройки, или где вы будете убирать что-то. Ну, в данном случае GT1000 служит для того, чтобы либо убирать снег, либо перевозить цементно-песочные смеси. Вот в труднодоступных участках эта машина абсолютно незаменима. Еще раз говорю, что здесь гидровыход, здесь нет никакой механики, полностью все на гидравлике. Двигатель служит только для того, чтобы создавать давление и гонять гидравлическое масло. Все, в остальном эта машина полностью на гидравлике, это надежность, это легкая смена всего оборудования. Ну и, конечно же, такие машины – это мобильность. Поэтому те, кто знает, о чем я говорю, обязательно обратят на них внимание. Сейчас я вам покажу панель оператора, как она работает, ну и, собственно, для чего там все вот эти непонятные рычажки. Сейчас сделаю так, чтобы все было понятно. Погнали! Панель оператора слева направо. Ну, начнем, конечно же, с приятного дополнения – это клаксон. Так как машина всегда на стройке, и там и люди, и техника, нажимаем клаксон, и все будут знать, что едете вы и уступят вам дорогу. Далее, рычаг, который отвечает за регулировку давления масла в гидравлике. Это очень важно, потому что и плавность хода добавляется, и плавность работы с ковшами – это очень важно. Здесь же рычаг, отвечающий за регулировку оборотов двигателя. И далее поехали по ручежкам. Вот этот рычаг, я про него еще отдельно расскажу. Это подключение навесного оборудования, которое сюда тоже можно поставить. Расскажу позже как. Далее, это регулировка ковша нашего, который закидывает в основной ковш. Регулировка, естественно, положения нашего основного большого ковша, в который мы кидаем либо ЦПС, либо снег. Ну и, конечно же, наш привод. Левый рычаг отвечает за левую гусеницу, правый рычаг – за правую гусеницу. Если нажмем вот таким вот образом, машина развернется на 360 градусов на месте, вот таким вот образом мы поедем вперед, вот таким вот назад. Ну и, естественно, приятное дополнение – это фонарик, который обозначает вас на дороге. Ну и, конечно же, является безопасностью, если вы работаете в темное время суток, вы будете видны на дороге. Что еще хочу сказать, что здесь масса аппарата, снаряженная, это 710 килограмм, допустимая – 1800 килограмм. Друзья, это реально очень круто. Итак, что еще хочу сказать про эту машину. Я вам показал рычаг подключения навесного оборудования. Казалось бы, куда его подключать? А все продумал Новосибирск, друзья. Потому что можно поменять ковш на стрелу от машины ML-01 и подключать навесное оборудование, которого в каталоге Баумех аж 50 наименований. То есть это щетки, это отвалы, это гидробуры. В общем, там вот столько оборудования. Машина становится сразу же не однофункциональной, а многофункциональной. Поэтому обязательно обратите на это внимание. В общем, сейчас я покажу его в действии. Естественно, копать нам нечего, но хотя бы покажу, как работают борты. И наш основной кузов, и подающий, ну, в общем, и как он ездит, естественно, я вам тоже покажу. Кстати, скорость составляет его порядка 5 километров в час вперед. Ну, и также, собственно, назад. Еще хочу сказать, что обязательно консультируйтесь с нашими менеджерами. Они вам помогут в выборе при ваших работах, которые вам предстоят или уже есть. Ну, в общем, в любом случае, они находятся у нас по адресу. Город Москва, Полярная улица, 33А. Обслуживается компания Баумех в нашем замечательном сервисе. Вот он, город Москва, Алтывский шоссе, дом 1. Естественно, ознакомьтесь с инструкцией, ставьте лайки, пишите комменты, по возможности приобретайте. Машины однозначно того стоят. И я вам желаю счастья, любви, удачи. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok